МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, пришло время нашей традиционной рубрики Планета Мам, и с нами Анастасия из США. Настя, здравствуйте. Здравствуйте. Рады вас видеть. А что это на вас такое? Расскажите, кто это? Кто это? Это мой сынок. Зовут его Николас. Похоже на хоккеиста. Что это на нем надето? Вот это нам прописал доктор. Мы, конечно, не очень сопротивлялись, но изучив информацию о шлемах в Америке, мы все-таки согласились. Тогда расскажите, что это было, как вы к этому пришли, что это такое? Потому что я такого у нас не видел. Да, хорошо. Вот с самого рождения сынок излюбовал правую сторону. Наверное, вы наблюдали, у многих деток такое бывает. И все время спал на правой стороне. Хотя мы его и поворачивали, и на животик выкладывали. И где-то в месяце 3 доктор сказал, что, скорее всего, вам придется поносить пару месяцев вот такой вот шлемик. Мы спросили, а что же это такое? И доктор нам объяснил, что у деток голова еще мягкая, косточки еще не очень твердые, и желательно, чтобы головка выровнялась, поносить вот такой шлемик 2 месяца, 2-3 месяца. Но начинают с 4,5 месяцев, не раньше. Посоветовали выкладывать игрушки с левой стороны, посоветовали почаще на животик выкладывать. Если улучшится, то шлем не нужно будет носить. Но у нас ситуация не улучшилась, и поэтому на следующем приеме доктор сказал, так, идем к другому доктору, снимаем мерки и делаем шлемик. Я так поняла, это что-то новое. То есть вы находитесь в поле эксперимента какого-то? Они утверждают, что у них это уже популярно в течение 5-6 лет. А как звучит диагноз? А вы знаете, как такового диагноза не поставили, но сказали, что с одной стороны голова немножко плоская. Я знаю, что у моих одноклассниц тоже у деток есть такие проблемы, но у нас в стране ничего не предпринимают. Поэтому для меня это было немножко загадочной страной. А стоит ли доверять американскому доктору, и стоит ли нам носить такой шлем? Ну, изучил фотографии в интернете, и я посмотрела, что нам, скорее всего, стоит. Не помешает. Не помешает, да. Скажите, пожалуйста, а как вообще все это происходило? Вот как происходит передача вот от одного врача к другому, да? Вот есть врач, к которому вы ходили. Это кто? Это ваш семейный врач? Это педиатр? В Америке существует семейный доктор. Я думаю, что у нас тоже. И, вы знаете, в очереди к нему сидят как детки вот такого возраста, так и люди в возрасте семидесяти, шестидесяти и дальше. Большие очереди? Вы знаете, пять человек бывает, четыре-пять, да. Бывает, что ждем 20-30 минут в очереди. Нас всегда принимает медсестра. Она записывает информацию, взвешивает, заносит все данные в компьютер. И уже доктор приходит на прием. Как выглядит вот ситуация, когда у вашего доктора возникла проблема, которую он не может решить, и надо привлекать другого специалиста? Этого специалиста он конкретно рекомендует. Вы идете к нему вместе, вас к нему направляют, его приглашают туда. Как это выглядит? Хорошо. Значит, когда он заметил, что у нас вот с правой стороны головка немножко плоская, он сказал, запишитесь сегодня на прием к доктору, допустим, Джонсу. Вот. Он специалист по именно голове, по шлемам. То есть он так у них и называется. Helmet Specialist. Специалист по шлемам. И если он скажет, что вам нужно, он сделает специальные измерения. Вот там такой большой аппарат. Как название аппарата я не запомнила, он такой очень похожий на космическую тарелку. И вот если он скажет, что вашему ребенку шлем нужен, тогда нужен. Мы записались в тот же день к этому доктору, попали к нему на прием через неделю. Он взял эту большую космическую тарелку, то есть такие датчики нацепил к голове, отсканировал. И тут же на компьютере мы увидели модель головы нашего малыша. Да, очень интересно было. И он показал нам модель черепа ребенка, младенца этого возраста, и сказал, как она должна выглядеть. И что у нас с этой стороны есть такая вот плоскость, ее нужно выровнять. Через неделю мы пришли, у нас уже был готов шлем. Кстати, рисунок мы выбрали сами из там 50 рисунков. Да, и вот стали его носить. Сделан из такого пеноматериала. Естественно, он снимается на несколько часов в день. Голова ребенка проветривается, он протирается внутри спиртом. Даем отдохнуть. И каждые две недели у нас встречатся с этим доктором. Он проверяет, есть ли улучшения. Вы знаете, я заметила, улучшения есть. И, честно говоря, мы с папой довольны. Молодцы. И еще один вопрос, который тоже тут всегда волнует. Когда мы говорим о сидении в очереди и так далее. А вот какова вероятность или сколько надо времени, чтобы встретиться с вашим семейным врачом, если вот стало плохо? Ну вот, высокая температура, что-то болит. Ребенок плачет непонятно почему. Как происходит процесс попадания к доктору в неотложной ситуации? Вы знаете, я хочу сказать, что такой роскоши, как в нашей стране, допустим, врач на дом, будь то ребенку 7 дней и 14, здесь нет. Зато есть скорая помощь. Если что-то случилось такое вот серьезное, естественно, мы звоним 911, и к нам приезжает скорая. Но, слава богу, у нас таких случаев не было. Вот, если же я заметила, что у ребенка температура, допустим, Фаренгейт и в Цельсии, мама, естественно, переводится, 38,5, забили панику, звоним к доктору. К доктору, извините, Настенька. Вы звоните именно доктору или медсестре, например? Кому совершается звонок? Вы знаете, я звоню в больницу, в клинику, да, называется клиника, и говорю, что наш семейный врач, доктор, допустим, Браунин. Они тут же соединяют, получается, с медсестрами или с регистратурой, которой он закреплен, или которая закреплена к этому доктору. И его медсестра мне отвечает, буквально вот она с ним онлайн, да, и говорит, что какая температура, какие у него симптомы. Если что-то срочное, если температура высокая, она говорит, сразу же привозите его к нам, мы сейчас же его посмотрим. То есть есть возможность, если сейчас ребенку плохо, есть возможность тут же позвонить в больницу, проконсультироваться, и его тут же примут. Настенька, большое вам спасибо. Мы хотим встретиться с вами, может быть, еще через какое-то время. Вы нам поведаете, чем ваша история со шлемом закончилась. Нам будет очень интересно, хорошо? Спасибо вам большое. Не болейте. Всего доброго. Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами, и будьте всегда в курсе последних наших новостей. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!